привет всем я решил сделать небольшое дополнение по большей части такого лирического дидактического характера дополнение к теме про жить с темной материи из комментариев и обсуждения в тех местах где ролик был выложен меня сложилось впечатление что многие люди недооценивают масштаба этого явления довольно часто ярлык который вешают на вот эту область звучит примерно как бабские сплетни мой собственный папа тоже такие вещи как бы подмечала отслеживал и называл это бабские разговоры и предостерегал и сам считал ниже своего достоинства в этом участвовать даже косвенно то есть случайно и наверное когда он такие оценки высказывал предостерегал меня я это хорошо помню в то же время задним числом я понимаю что в этом кроме поддержания такого мачо-имиджа типа это ниже моего достоинства это такая бабская вещь задним числом я думаю что в этом был элемент страха на самом деле и у многих людей которые называют это просто сплетнями элемент страха присутствует потому что масштаб этого явления и последствия его для семьи для отдельного человека для судьбы и даже для страны масштабы эти тектонические возможно именно из этих представлений о тектонических влияниях женщин возможно отсюда произошли мифы про этих вот фейтс три женщины которые плетут нити там одна отматывает вторая отмеряет третий режет мне видится в этом мифе вот такая иллюстрация именно этой роли которую даже древние знали подмечали что это имеет место быть и вот такое фоновое подозрение такая мысль которая даже не допускается сознанием что такое может иметь место и иметь влияние непосредственно самого человека я думаю что она может включать эффект отрицания то есть такой dismissal человек просто боится допустить такую мысль что это действительно имеет место и что даже лично на него эти штуки влияли влияют и будут влиять и он включает такой эффект да фигня это все не обращайте внимание я решил вставить сюда два видеофрагмента один очень широко известный второй гораздо менее известный они оба иллюстрируют пример влияния вот этих вот скрытых нитей вот этих вот фейтс на судьбу людей семьи и там в одном примере даже государства заодно попробую еще одну альтернативную технологии попробуем альтернативный фильтр видео который может быть сможет обойти систему контента иди пока это получается не очень уж больно интеллектуальная стала система я хочу особо обратить внимание что в обоих примерах вообще отсутствует меры какого-либо физического воздействия то есть никто никому не применяет физической силы хотя ведется борьба определенного рода и борьба очень серьезные при этом стреляют не пушки скажем так уже не помню кто из азиатских деятелей сказал что оружие массового поражения азии и среднего востока это матки их женщин прикол в том что это работает не только между странами не только в качестве оружия массового поражения женская матка вполне стреляет в быту и участвует в разборках между отдельными людьми и в этом смысле это страшное оружие определенных условиях выстрел из матки стреляет в бесконечность то есть влияет на всю историю человечества до его окончания так что смотрим Ты видишь, смерть приходит к нам. Но прежде чем это приходит к тебе, знайте это, твоя кровь мертвится с тобой. Моя кровь мертвится в моем теле. Твоя кровь не будет сидеть на тренировке, я свернусь. А теперь второй ролик. Это видеоклип. Мальчик с тех пор уже вырос и даже успел совершить камин-аут, но я не об этом. Певец изображает сводного брата главного героя. И если бы не клип, то можно не догадаться по тексту песни о том, что речь идет про работу какого-то государственного агентства. Какая-то служба опеки или что-то в этом духе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 науки, не существует ни одной причины, почему такая система до сих пор продолжает существовать. Это можно объяснить только какими-то идеологическими причинами. Но, по крайней мере, это надо учиться видеть. На этого слона нужно показывать пальцами и нужно про него говорить. Я думаю, что назвать это просто бабскими сплетнями — это прятать голову в песок, в надежде, что ничего страшного само рассосется. Это одна из причин, почему мы занимаемся тем, чем занимаемся. И это одна из вещей, которая должна исчезнуть, если все пойдет на какую-то поправку. Не факт, что пойдет, но если пойдет. Обратите внимание, сколько здесь пострадавших сторон, если задуматься. Во-первых, есть мальчик, который жил и не знал ничего про своего папу. Или знал только то, что ему рассказывали, что в клипе звучит завуалированно, как «сделал несколько ошибок». Можно себе представить, что говорили этому мальчику про папу, если вообще говорили. Во-вторых, есть сам папа. Отличная новость, да? У тебя оказывается сын. Лет уже, там, непонятно, 12-14. Который вообще ни сном, ни ухом. Папа, заметьте, показан ни бомжом, ни алкоголиком, ни наркоманом. То есть люди, которые эти легенды придумывают, эти приукрашенные и обвязанные розовыми ленточками, они даже не могут консистентный клип сделать, который бы хотя бы бился в рамках их собственной теории. Они даже этого не могут сделать. В-третьих, есть семья и жена. То-то она обрадуется. Чтобы такое переварить, ей понадобится черный пояс по очарованию женственности. И, наконец, тот, от чьего имени исполняется песня. То есть его полубрат. Тоже с не очень предсказуемой реакцией, как все пойдет. Тот ведь рос с мамой, одиночкой. А этот в полной семье. Смогут ли они договориться и ужиться? Большой вопрос. И это только малая толика того, с чем придется этой семье теперь разбираться. Только потому, что одна конкретная женщина приняла решение, а государство ей полностью подыграло в этом вопросе. То есть сделало все возможное, чтобы это состоялось, и не сделало ничего, чтобы это предотвратить. В общем, что мужчины, что мальчики знают ровно столько, сколько решил дать им этот коллективный Бенеджезерит. Будь он проклят. Так что, закончу я на этом. Пожелаю, чтобы со всей этой системой случилось то же самое, что с преподобной матерью Гавис Хелен Монихем, как это было показано в финальной нарезке в прошлом ролике. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok